Приветствую всех, дорогущие друзья! Как ваши дела, как здоровье, как успехи? Девчата, ребята, как проходят ваши будни? Что-то пошло не по плану, и я сняла, начала снимать вроде ролик, всё снималось прекрасно, снимался ролик, но тут, или видео, очень хорошо снималось видео, и тут что-то произошло с камерой. Она начала, ай-яй-яй, как же, так вот это всё. Поэтому такой напиток купила, недорогой, не помню сколько, честно, но знаю, что не очень дорогой, вот, ну, нормальный вкус. Здесь у меня в бокале ещё осталось, поэтому я пробовала. Нормальный. Ваше, наше здоровье. Нормальный. Есть травяной привкус, ну, такой нормальный. Кому интересно, пожалуйста, можете приобрести неплохой. Так, голубика, черника, голубика, да, наверное, это 1800 тенге. Такая маленькая упаковочка. Думала, буду печь торт и украшу на 8 марта. Поэтому взяла, если доживёт, нет, пусть едят. Огурцы две штуки, это так, на всякий случай. Но малыши любят огурцы. Что ещё брала? Брала на час эти чипсы кукурузные. Кукурузные чипсы, такие натуральные, кукурузные, короче. Они не как картофельные, чуть такие грубее. Их соусом надо кушать. Особенно, если вы включили интересный фильм какой-то. И, значит, у вас такой вечер. Вы готовите соус, сырный любой соус. Я вот здесь остренький немножко себе сделала. И покушаем. Мексиканская, знаете, еда на час. Может быть, даже после на час спою по-мексикански. Шучу. Останчане, кто спрашиваете, продаётся в Асеме. 1800 тенге упаковка. А вы уже там делите на свои деньги. Каждый пусть делит на свою валюту. Когда на выходные ездили в маленький городок, знаете, покупала длинные эти сосиски охотничьи. Вот. Они для этих френчдогов подходят. Френчдог – это сосиска в гриле. Продаются у нас тоже в Асеме. Замороженные. С такими уже готовыми дырочками. Туда сосиски на гриле жарим. Туда кетчуп. Горчица, майонез. Солененькие огурчики. Можно сыр. И всё. И грилите. Их загреливаете. И подаёте молодёжи. Молодёжь. Кстати, ждёт. Сделаем. Сейчас быстро обзор сниму. Также взялась сосиски сегодня. Давно не брали сосиски. Говяжьи чисто. И Арыс фирма. Нормальные сосиски. Здесь, по-моему, 2 килограмма. Яйца у нас это корочка ряба. Тысячу шестьсот с копейками. В тенге. Такое вот. Кстати, закуп весь где-то на пятьдесят пять тысяч тенге. Такой куриный рулет захотела мама. Давно я не покупала. Как-то одно время он мне разонравился. Такой вот куриный рулет. Разонравился. Но этот нормальный сегодня, что взяли. Вкусный. Поэтому сейчас попробую. Уже снимала видео. Делала. Но дубль. Повторить надо. Вкусный куриный рулет. Вкусно. Вкусно пиццу сделать на пиццу. И вкусно пожарить. Мама хотела жареную. Тоже сделаю. Дети хотят кушать. Поэтому быстренько снимаю и готовлю. Тут что приобрела. Это масло оливковое. Беру. Беру такое. Не знаю. По-моему, три тысячи тенге бутылка. Ой, дочка. Дочка не положила под морозилку. Взяла такие картофельные шарики. Вам видно, да? Сейчас покажу. Такие картофельные шарики пожарим. Тоже это мне удобно. И запекать. И удобно пожарить. Запечь и пожарить. Сегодня, кстати, пожарим. Это картофель, который идет по-деревенски. С кожурой. Молодой картофель. Он, наоборот, показала, да? По три тысячи тенге. Два с половиной килограмма. И здесь два с половиной тоже. Не сладит. Нет, нет, ни в коем случае. Это идет шоковая заморозка. Картофель не сладит. Это мой спаситель. Надолго хватает. Поэтому эти давно покупала, потом не брала. Хорошие, вкусные. Сейчас в морозилку отправлю. Эти сейчас тоже в морозилку. Но прежде я хочу открыть и сейчас буду жарить. Быстренько обзорчик и пожарю. Даже лучше, что они как бы разморозились немножко. Потому что так удобнее мне жарить. Не так будут стрелять. Эти во фритюре. Либо, может быть, даже сейчас их и за грилем здесь. Итак, если вас не будет раздражать звук этой гриль, аэрогриля, то я, скорее всего, немножечко их туда положу. Посмотрим, как в аэрогриле и как будут жиром. Чтобы дыру немножко надо, чтобы подтаяли. Пусть, чтобы масло не стреляло. А эти на аэрогриле. Думаю, звук нам так мешать прям не будет. Так. Ну, хотя на видео всегда звук громко. Посмотрим. Если что, сейчас походу выключу. Масло взяла наша Алтун Казан. Золотой Казан. Короче, масло Алтун Казан. Короче говоря, посмотрим, что за масло. Хорошее такое не брала. Шедевр обычно. Но продавец почему-то так... Ну, такой, разговорились мы с ним. Я часто же покупаю всякое разное. Он говорит, вы в кафе берете. Я говорю, нет, у меня домашнее кафе. Ну, он думает, домашнее кафе все же. Я говорю, нет, это для моих домашних. Он говорит, возьмите это масло хорошее. Наше, типа, хорошее. Не вредное. Ну, что вредное, что не вредное, уже сейчас не разберемся. Поэтому это масло взяла. 5 литров, я так поняла. Да, 5 литровое. Недорого. 2 600, по-моему. Так. Молоко все же родина оказалась нашим фаворитом. Самое любимое молоко это у нас все же родина. Потому что оно не имеет сверху вот эти... В тот раз брала как читавская. Было хорошее. Но почему-то тоже испортилось. Сверху, знаете, нерастворяющиеся крупинки. Как сухое молоко. Непонятно. Что-то мне не понравилось. Короче, извините, как читавцы. Но что-то молоко мне не понравилось. Так. Этот был на 16 480. Этот что-то там, какой-то пакет уже не знаю. Этот в тот раз покупали. Но еще взяли на всякий случай. Эти печеньки. Такие вот. Пусть будут, потому что может кто зайдет, кто не зайдет. Так. Это кошачья жизнь. За нее готовы отдать они жизнь. Это правда. Это тоже кошка. Кошкам. Вискос тоже кошкам. Мешаем им с кетикетом. Это майонез. Майонез пока берем такой. Этим пользуемся. Так. Что еще? А, это конфеты Милка взяли. Не знаю, нужно, наверное. Так. Масло за крома. Есть домашнее масло. Но дети не едят домашнее. Не понимают вкус домашнего масла. Они привыкли есть такое. Ну да ладно. Пусть каждый ест, что хочет. У человека должен быть выбор. Что-то так. Так. Манишка моя-то что-то спала, пригрустнула. Сливки. Сливки Чудское озеро. Это мой фаворит. Потому что без этих сливок я ничего не люблю готовить. Особенно, когда касается сливок. Только эти сливки Чудское озеро. Это те, которыми я пользуюсь. Которые делаю спагетти со сливками. Всякая этот баланьез, да. Все-все. Выпечка имеется в виду. Крема на торты. Все это он. Капуста. Это нужно голубце делать. На 8 марта женщинам нельзя отдыхать. Ни в коем случае нам отдыхать запрещено. Мы должны работать. Поэтому для голубцов взяла капусту. Недорогая. 351 тенге. Масло вторая пачка. Пока дочка не убрала мясо. Взяла немножко чистого филе. Купила. Тут немного. Три кусочка. Хочу пожарить стейки на гриле. Эти стейки сделаем. Пусть мясо как раз свежее, хорошее. Нарезали только, говорят, утром. Этот стейк пожарим, сделаем. Поперчим, посолим. И на гриле он быстренько. И подадим с картошечкой. С этими шариками. Так. Ну, в принципе, тут уже и много-то нету. Ничего заканчивается. Это вишня. Вишня в сиропе, что ли. Как она? Сушеная, что ли. С добавлением, наверное, сахара. А может и без сахара. И да. Сейчас минуту. Это кукуруза. Кукурузу взяла для... 800 кг килограмм для попкорна. Попкорн сделаем. Сделаем попкорн. Пусть дети едят. На выходной сделаем карамельный какой-нибудь попкорн. Пусть кушают. И, может быть, просмотр фильмов устроим. Все же праздники. Так. Шарики. Шарики подрумяниваются. Эту вишню мама любит очень. Как сухофрукты. Как изюм урюк. Такая очень. Я тоже ее люблю. Чай пить с ней люблю. Ммм. Вкусная. Такая. Натуральный вкус. И кислинка есть. Хорошая. Очень. Килограмм 3,800. Взяла полкило. Так. Что еще приобрели? Это все сейчас уберемся. Приберемся. Еще приобрели. Это рыбу. Рыбу имеется ввиду соленую. Слабо соленая. Белая рыба и красная. Килограмм. Килограмм 9,000 с копейками. Семга. Пробовать не буду, девчата. Уже пробовала сладкую вишню. И все это сладкое. Уже пробовала. Очень хорошая. Свежая. Каждое утро, говорят, завод у них. Поэтому. Вот кусочек взяли. Но я люблю больше эту рыбу. Скажите, белая, маслянистая эта рыба. Я ее больше люблю. Вот запах идет хочу. А не хочу, потому что сладкое уже поела. Вот такая рыба. Взяли на завтрак кушать. Рыбу нужно употреблять. Вот это вот обе вышли на 9,000 тенге. Вот, в принципе, и весь закуп. Ну, уже там мы ломойка шампуни взяли. Там, да, отрывные полотенца. Все это уже не буду. Масло оливковое видели. 3,000, да, я говорила, не говорила. Уже не помню. Вот и все. Масло. Большинство вообще беру именно это. Когда нет, уже что есть. Из дорогих масел прям не беру дорогое оливковое. Беру вот такое доступное за 3,000 тенге. Для салата, часто добавляю куда-то в картошку. Вот когда особенно готовлю. Еще немного, и эти будут готовы. Картофельные шарики. Теперь что? Все, прибираюсь и делаем корнодок этот детям. Все, сейчас бутерброд маме отнесу с рыбой. И узнаю, что будет она кушать вообще. Готовить ли мне. Но готовить по-любому надо. Стейк, наверное, пожарю быстро. И все, и те шарики. И на этом, думаю, все. Итак, меня ждут посетители моего домашнего кафе. Сделаем два френч-дога. Я не буду, не хочу. А они хотят. Остальное потом в морозилку. Сейчас что сделаю? Сделаю, что я этот хочу немного отрежу так, чтобы пошире был этот кармашек. Внутри пошире. Что-то этот маленький какой-то. Так, возьму такой. Вот все. Что нам нужно? Что нам нужно? Это нам нужны непосредственно эти длинные сосиски. Ну, подойдут и такие. Сейчас я загрилю. Они в натуральной оболочке. Не очень хорошо убирается оболочка. Вроде бы. Да нет, вообще-то. Загрилим их. Загрилим хорошо. И все. Так, немножко сделаем. Немножко масла налью. Чуть-чуть. А там, кстати, по-моему, приготовились эти, как их звать. Ой, это что-то какая-то кривая. Вот так вот сделаем. Скатываются. Так, сосиски обжарим сейчас. Сюда кетчуп, майонез и немного горчицы. Вообще, сейчас, конечно, напишут, вот вы детям даете такое. Зачем это им давать? Ничего страшного. Ничего страшного. Иногда можно. Не всегда, но можно. Этот я должна как отметить. Вот здесь вот горчицу сделаю. Чтоб не было видно, что один с горчицей, один без горчицы же будет. Этот без горчицы. Так, шашлычный такой, наверное, залью сейчас. Сюда майонез. И пройдусь ложкой внутри. И всё. Сюда сосиску. И не буду огурчики добавлять. Так, этот мальчик вроде даже не очень любит тоже кетчуп. Так, малыш, сейчас. Чуть-чуть налил ему кетчупа. Сейчас сосиска, и когда оно там разойдётся, всё. Ничего такого особенного не делаем. Быстро это всё готовится. Главное, зажарить в гриле эти сосиски. Главное, пожарить в гриле. И всё. Дети любят фастфуд. Дети такое любят. Ну, что делать? Иногда можно. Не всегда же делаем. Пиццу, да, я часто готовлю. А такое вот редко. Ну, если хотят, почему нет? Пусть кушают. Эти два дня родители мне разрешали уже колу. Есть дни, когда родители не разрешают им давать колу. Поэтому сегодня можно. Дадим колу и эти френдж-доги. Налью по полстаканчика. Но это слишком большой. По половинке налью. И всё. А так пьют воду. Ещё немножко обжарим их хорошо. Так, всё. Эту сосиску вставляем сюда. Видите, они прям идеально сюда предназначены. Должна она вот так торчать обязательно. Её тоже на гриль. Эту хотела. Чуть ли руками не взяла. Так, эту сюда. Вот. Всё. И так же. Ух ты. Видите, как сбоку здесь оказалась дырочка. Угу. Всё. Сейчас тоже немножко полью. И всё. Полью и загрелим. А, там картошечку уже надо посмотреть. По-моему, готово. Всё. Вот так вот грилим. Здесь, кстати, картошка готова. Сейчас посмотрим. Покажу. Смотрите, шарики видно, нет? Сейчас. Вот такие картофельные шарики. Ага. Ммм. Такие вкусные. Ммм. Хрустящие. Ммм. Ммм. Замечательные. Посмотрите. Вот такие картофельные шарики. Даже эти не буду в жиру жарить. Не надо. Лучше загрелю. Ммм. Очень хрустящие. Ммм. Очень хрустящие. С соусом такие вкусные. Ммм. Сейчас мальчишкам подам красиво. Сейчас здесь приберусь. Минуточку. И так сейчас подам посетителям моего кафе подам огурцы. Они любят. Огурцы нарежу. Пусть так едят свежие огурцы. Полезные, если не полезные. Подам. Полезные и не полезные, да? Ну, ничего. От всего в жизни никого не убережешь. Сейчас сделаем так. Сделаем так. Все. Картофельные шарики сейчас положим. По френч-догу. Френч-доги такие красивые. Хорошие. Френч-дог положим. Очень красивые. Золотистые. Так. Соус не буду. Соуса достаточно. Не надо. А, хотя соус же им нужен будет. Ну, так поедят шарики. Ничего страшного. Вот так. Так. И так. Все по-честному. Ну, вообще, конечно, они скажут, а где соус? Капельку капнул. Вот так. Угу. Это сюда. Это сюда. И красиво. Сейчас ближе покажу. Думаю, такая подача понравится любому. Очень красиво. Ну, огурцы тут как бы не нужны. Ну, я решила, так как они любят, пусть огурцы будут. Огурцы, кола. И пусть кушают. Салфеточки дам сейчас. И все. Приятного аппетита. А дальше продолжим, что будем делать сейчас. Итак. Готово. Красиво. Хрустит. И подать хорошо. Очень аппетитно. Если вдруг к вам пришли друзья, вы можете угостить. Вдруг на пиво пришли, пожалуйста, такие хорошенькие картофельные шарики. Аэрогриль очень хорошо с ними справился. Со всех сторон пожарил. Поэтому вот такая вот симпатичная подача. Думаю, вам понравится. Поближе сниму. Вот такие картофельные шарики. Как видите. Итак, молодежи отдали их френч-доги. Они довольные, счастливые. А счастливые дети это все. Это что еще нужно, правда? Счастливые дети это значит счастливые дети. Пусть они будут счастливыми. В наше время не было никаких френч-догов. Мы не знали даже, что это за такое. Поэтому пусть они знают все, чтобы завтра не быть дикарями. Так, что я хочу сейчас сделать. Мама накормлена, сытая. Я в аэрогриле все же пожарю эти картофельные шарики. Очень мне понравились. И сделаю, знаете что? Быстро на гриле пожарю стейк говяжий. И все. Стейк и то филе. Просто филе говядины. Пожарю. Наверное, сделаю что? Грибной соус сливки. И у меня есть белый гриб сушеный. Это пожарю. Сделаю соус, сверху полью. И так покушаем. Вот и все. Потому что остальные все уже накормлены. Итак, в аэрогриль отправляю. Очень удобные сейчас гаджеты. Хорошие кухонные гаджеты, которые наши помощники по кухне. Вот когда я взяла орешницу, смотрю, и сейчас на нее надо орешки делать. Но это, наверное, сделаем на праздник. Теперь что? Мясо сейчас помою, обсушу. И хоть и оно нарезано, и было упаковано, но все равно. Лучше помоем. И все. И соль, перец. Больше никаких, наверное. Но, может быть, добавлю соус к мясу. И все. Итак. Итак, дальше продолжим. Такие кусочки филе. Буквально вот такие вот кусочки филе. Они тоненькие. Я сейчас немножко вот так вот как бы надрежу их. Немножко. Так. И все. И чуть-чуть вот так вот немножко постучу по ним. Вот так. Видите? Немножко переверну. Здесь тоже так же сделаю. Так. Здесь я вижу какую-то жилку. Так. Жилку вижу. Нельзя. Не надо нам жилки. Никакие. Ага. И так вот стучите по мясу. Второй кусочек тоже. Небольшой. Хватит нам этого. Кушать некому. Постучали-настучались. И... О, перец у меня уже заканчивается. Перец надо намолоть. Очень он... Ну, так этот мне перец нравится. Такой прямо душистый. Сейчас начну, наверное, чихать. Ха-ха-ха-ха. Так. Переворачивай. И еще. Дети не будут. Все. Они уж там наелись. Счастливые. Так им понравилось. Очень довольные. Сегодня ничего такого не готовили. Некогда было. Все. И что делаем? Посолим. Соль немножко посолю. Не буду сильно. Соль влагу в мясе выделяет. И посолю немножко. А потом уже соус лучше грибной досолю побольше. И все. Сейчас оливковым маслом польем. И все. Так. Тоже на доске потом красиво подадим. И так. Немножко маслом польем. Чуть-чуть буквально. Все. И... Как раз два сюда поместились. Все. Сверху тоже немножечко польем. Вот так. Вот-вот-вот. И все. И закрываем. Пусть гривится дальше. Сам по себе уже. Продолжаем жарить наши картофельные шарики. Тем временем, пока мясо грелится, я приготовлю соус. Соус это просто сливочное масло. Можно немножко лук. Чуть-чуть мелко порезанное. Можно без него обойтись. Я обойдусь, наверное, без него. Чеснока положу. И сливки закипячу с грибами. Как я уже говорила. Посмотрим сейчас. Что-что. Маловато соли, но сейчас мы этот баланс сделаем с солевой. Сейчас попробую. Потому что, когда сливками зальем, очень будет хорошо. Мягкое мясо. Хорошее быстро прожаривается. Гриль отключаем. Делаем соус грибной. Даже, может быть, знаете как? Я, наверное, сделаю так. В сковородке сейчас сливки. Залью сливками. Все это грибами. Подсолю и туда немножко опущу. Пусть потушится. Сейчас топленое масло. Немножко. Так, топленое масло. Теперь что у нас еще? Топленое масло, соль, перец. Уже не буду ложить. Сливки и грибы. Тушеные грибы. Пожарю немного. Пусть потушится. На маленьком огне пожарю. Все. Так, белые сушеные грибы обжарим быстренько. И зальем сливками. Белые грибы пожарила. И как порошок этот посолила и залью сливками. Немного сливок. Вот так вот прожарю. Такой запах белых грибов. Это очень вкусно. Огонь помедленнее, потому что сливки быстро сворачиваются. И сюда же отправляем наши мясные штучки. Ой, очень вкусно. Немножко сверху сливками. И все. Тушим. Сейчас покажу поближе. Вот так вот тушим. И это очень вкусно будет. Очень-очень вкусненько. Грибной соус и такие стейки мясные. За закадровую съемку я не переживаю. Когда мне написали, что какая-то девушка-блогер вроде с Германии сказала, вы бы знали, какой срач у нас после съемок. Это действительно оно есть. Это кухня. На кухне не может быть все прям вот сразу мыть, убирать. Нет, конечно. Также я оставляю тот план. Ничего страшного. У всех это бывает. Поэтому убирается все потом. Смотрите. Все. В сливках сделали мясо. Эстетическое удовольствие получим. Правда же? Приготовим приборы, которые нам нравятся. Так. Значит, что? Дальше немножко огурец нарезала тоже. И что? Мясо. Выложим мясо красиво. Сейчас. Мясо потушилось в чесночном, сливочно-чесночном соусе. Потушилось так. Зальем сливочками. Сейчас немного сливками. Польем. Они уже, знаете, так как бы как сыр уже стали. Так свернулись и стали как сыр. Я сейчас поближе покажу. Я выложу рядом. Обязательно это все вкусно. Обязательно хлеб потом. Макаете, кушаете. И это так вкусно. Даже вот эти вот начис тоже можно туда. Теперь что? Картофельные шарики. А они у нас приготовились. Обязательно картофельные шарики выкладываем. Вот так. Ну, если нету картофельных шариков, ничего страшного. Можно обойтись без них. Хотела еще пожарить спаржу, но потом уже. Думаю, успокойся, Салтанат, успокойся. И такое эстетическое удовольствие получаем. Вот так вот. Хотела. Режем кусочек мяса. Сейчас. Кусочек мяса режем. Что делаем дальше? Обязательно его обмакиваем в этот соус грибной. Такой соус с белыми сушеными грибами. Как же нежно, вкусно. Картофельный шарик также. Горячий. Какой хрустящий, какой вкусный, наичудеснейший. Очень вкусное блюдо получилось. На гриле, конечно же, это вкусно. Вот такое вкусное блюдо приготовили. Очень вкусненько. Нам этого хватит. Мы с дочкой точно съедим этот кусочек. Взять этот. Потому что уже все. Мы на ночь так много кушать не будем. Поэтому остаток соуса я доложу. Сниму съемочку. И все. Даже этим попробуем. С этими начос. Даже с этими будет этот соус очень вкусно. Как же это вкусно. Очень вкусно. Любите свою кухню. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих близких. Такими быстрыми рецептами. Это не тяжело. Знаете, до того привыкаешь даже к таким небольшим полуфабрикатам. Хотя здесь картофель прям чувствуется. Очень хорошо чувствуется. Это пюре картофельное. Как я показывала тогда. Только я делала с морковью. Здесь белый картофель. Но это очень вкусно. Правда, поверьте. Это очень даже вкусно. Аэрогриль. Вот этот. Спасает ситуацию. Как же здорово. Ну всем пока-пока. Смотрите с удовольствием. Пишите комментарии. Понравилось вам или нет. Любые комментарии прочту. Буду рада. Всех вам благ, достатка и благополучия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok